В этом выпуске мы будем с вами исследовать заполярную Норвегию. Я знаю, что слово заполярная звучит вообще не сексуально, ну типа не Мальдивы, но здесь есть на что посмотреть, есть о чем рассказать. Если нам поведет с погодой, то должно быть интересно. Нашу поездку по заполярью мы начнем с одних довольно необычных островов. На самом деле, когда оказываешься здесь летом, вообще нет ощущения, что ты заполярным кругом. А окружающая природа местами очень напоминает значительно более южные широты. Эти острова все называют по-разному. Лафантены, Лабутены. А местные говорят Люфутен, но я буду называть их Лафантенами по привычке, чтобы ни у кого не резало слух. Да, мы с вами приехали на Лафантенские острова, совершенно изумительный кусок заполярной Норвегии и одно из самых инстаграмных мест в стране, которое вы уже наверняка где-то видели. Я добрался на Лафантены автомобилем, взяв паром из города Будё. В день приезда лил дождь, так что давайте скипнем этот момент и начнем сразу с утра. Поселился я в рыбацкой деревушке с населением чуть более 400 человек. Собственно, Лафантены — это и есть рыбацкие деревушки. Этот архипелаг начал заселяться людьми во многом благодаря обилию рыбы в здешних водах. И до сих пор рыбная ловля — это главный промысел на Лафантенах. Для того, чтобы понять, почему так происходит, для начала нужно разобраться в здешнем климате, который весьма нетипичен для Заполярья. Лафантены находятся севернее даже, чем полюс холода Амекон. Это город, в котором бывает за минус 60 зимой. Здесь зимой может быть до минус 10, например. Но вообще температура крутится около нуля, и все благодаря гольфстриму. Благодаря воздействию теплого течения климат на Лафантенах аномально мягкий для этих широт. А это, в свою очередь, привлекает арктическую треску, которая зимой приходит сюда на нерест. Такой сезонной миграцией рыбы уже около тысячи лет пользуется человек. Здесь это называется лафатфиске, то есть сезон рыбалки на Лафантенах, который проходит с января по апрель. И это что-то вроде золотой лихорадки, только вместо золота — рыба. Сюда приезжает очень большое количество людей, а лодками заставлены все местные марины. Прям настоящий биток из рыбаловных шхун. Я приехал на Лафантене в конце лета, в самый что ни на есть не сезон, поэтому почти весь рыбаловный флот отсутствовал. Современные лодки оборудованы удочками с электроприводом. И вот с такой маленькой посудины команда из двух человек за день может выловить одну или даже две тонны рыбы. Как мне сказали, это очень много. Но самое интересное — это то, что лафатенцы делают с выловленной треской. Здесь это особый ритуал, который остается неизменным уже сотни лет. Рыбу развешивают на вот таких деревянных фермах. Эти конструкции стоят в самых солнечных и наиболее продуваемых ветром местах. Как вы понимаете, проблем с продуваемыми местами на островах вообще нет. И вот так треска на лафатенских островах сушится в течение нескольких зимних месяцев, на морском ветру и без использования соли. В некоторых случаях она может сохраняться после такой сушки до 10 лет. В донефтяные времена этот продукт был одним из главных активов королевства. Здесь, конечно, сильно пахнет рыбой, но лафатенцы обычно говорят, что это не запах рыбы, а запах денег, если понимаете, о чем я. Я попытался найти эту сушеную треску в местных супермаркетах и нашел только с 10 попытки, потому что почти вся рыба идет на экспорт, в частности в Италию. Так как лафатфийские — это сезонная история, то приезжающих на лафатены рыбаков нужно было где-то размещать. Поэтому хочу рассказать вам еще об одной очень знаковой местной постройке — это Рорбу. Рорбу — это, по сути, гостиница для рыбаков, в которых они живут во время активного сезона миграции трески. После того, как на лафатенах бахнул туризм, многие такие домики стали адаптировать под гостиницы для более требовательных посетителей, и они могут стоить по нескольку сотен долларов за ночь. Интересно, что вот в этих Рорбу сейчас живут туристы, потому что лето, а зимой здесь живут рыбаки, то есть Рорба выполняет свои первичные функции. Я заночевал в одной из таких Рорбу, и внутри это совершенно обычная гостиница. Эти дома, по большей части, построены на сваях, я так понимаю, для того, чтобы во время шторма волной просто дом, к чертовой матери, не развалило. Но еще это удобно, потому что можешь спуститься вниз и сразу же попасть к лодке. Короче, такой подземный гараж только для лодок. Так, ну я думаю, вы вряд ли включили этот выпуск, чтобы слушать про рыболовный промысел и рыбацкие домики. Поэтому давайте переходить к главному, к здешним видам, которые можно посмотреть на автомобиле за несколько дней. Потому что острова эти весьма небольшие, площадь Лафатенов примерно такая же, как и у Лос-Анджелеса. Красиво здесь, просто капец. А самое главное, что эти ландшафты, они такие достаточно уникальные, то есть это прям вообще сильно отличается от Норвегии. От той, которую я видел. Из-за этого твое перемещение по островам выглядит следующим образом. Ты останавливаешься где-то, что-то фотографируешь, едешь дальше. И через километр снова останавливаешься и снова фотографируешь. И так происходит постоянно. Те, кто был на Лафатенах, меня очень хорошо поймут. Еще пару десятков лет назад про эти острова мало кто слышал, но потом, как водится, здесь стрельнул туризм и народ попер. Приезжают сюда, кроме всего прочего, чтобы посмотреть несколько канонических рыбацких деревень. Я покажу вам три из них. Первая – это Носфьорд. Одна из самых аутентичных и хорошо сохранившихся. Сейчас в этой деревне живет всего 100 человек, а в ее честь в 2017 году даже выпустили одну довольно популярную настольную игру. Вторая деревня с самым коротким названием из всех, что я видел. Она называется О. А вот с третьей деревушкой в двух словах не разберешься. С большой долей вероятности вы ее уже много раз видели, но по кадрам с земли это понять довольно сложно. Все меняется, если посмотреть на эту деревню с воздуха. Эта деревня называется Хёниксвер. Располагается она в основном на островах Хаймоя и Хиланцоя, хотя вообще островов, как вы видите, здесь значительно больше. Однако знаменит Хёниксвер не своим расположением, а своим футбольным полем. И я думаю, что не ошибусь, если скажу, что это одно из самых узнаваемых футбольных полей в мире. На Алофотенах есть несколько таких площадок со всех сторон, окруженных деревянными конструкциями для сушки рыбы. Занимательно еще и то, что поле Хёниксвера получило всемирную известность благодаря именно фотографиям с дронов. Я даже приблизительно не могу вам сказать, сколько раз я видел фото этого футбольного поля в разных группах, посвященных аэрофотосъемке с квадрокоптеров. И вот спустя столько лет я здесь теперь лично. Это очень приятное чувство, знаете ли. Поле это очень даже рабочее, и на нем играет здешний футбольный клуб. Я практически никогда не покупаю никакие сувениры, но здесь я не мог себе отказать в удовольствии и купил майку местного футбольного клуба. Мы продолжаем колесить по Лафотенам, и я хочу вам рассказать еще об одной щепетильной теме. Это уровень цен. Лучше всего их демонстрирует вот этот пример. Норвежский стикер стоит 18 крон, а стикер с изображением Лафотенских островов уже 49. Цены на жилье здесь еще выше, чем в Норвегии и так очень дорогой стране. Поэтому, чтобы сэкономить, многие приезжают сюда на автодомах или на машинах с палатками на крыше. На Лафотенах я встретил практически полного двойника своей тачки. Вот это моя машина, а это автомобиль ребят, которые приехали сюда аж из Германии. Как вы помните, в Норвегии без хайков обойтись невозможно, так что берем рюкзак и отправляемся в горы. Маршрут, который я выбрал, один из самых популярных на Лафотенах. Он заканчивается на вершине вот той скалы. Здесь более полутора тысяч ступеней и, как и многие хайки в Норвегии, этот маршрут разрабатывали непальские шерпы. Собственно, эта лестница построена ими. Как и в остальной Норвегии, люди используют этот маршрут в том числе и для ежедневных тренировок, и для прогулок со своими питомцами. Если песики смогли, значит и я смогу. Подъем наверх занимает около часа, и чем выше ты забираешься, тем головокружительнее становятся пейзажи вокруг, материализуясь на вершине в один из самых знаменитых видов Лафотенских островов, которые вы также наверняка уже где-то встречали. Потрясное место. Все-таки не зря карабкался. Хайк довольно несложный, панорама на вершине просто топ, так что если будете в Норвегии, это мой рекомендацион. Кстати, с вершины горы открывается вид на еще одну милейшую Лафотенскую деревушку – Рейны. Короче, с этих мест меня пришлось прям силком вытаскивать. Это законно, Лафотены быть такими красивыми? Мне кажется, что нет. Есть еще одна деталь, о которой я вам не успел рассказать, и которая меня крайне удивила. Это роскошные местные пляжи. Искупаться здесь вряд ли будет блистательной идеей, так как температура воды, ну, градусов 7. Хотя некоторые здесь и купаются, и серфят. И на островах есть даже серф-кемпы. Увидеть такие пейзажи в Заполярье я вот прям никак не ожидал. Если не знать, что ты на севере Норвегии, можно подумать, что это, ну, какой-нибудь Таиланд. Поэтому, кроме рыбацких деревушек и очень фактурных гор с озерами, Лафотенские острова мне запомнятся белым песком, бирюзовой водой и красивыми пляжами. Кроме Лафотенских островов, здесь есть еще два интересных острова, которые я собираюсь посмотреть. Острова соединены между собой серией мостов, так что для передвижения по ним можно обойтись и без паромов. Чему я, честно говоря, был несказанно рад, потому что порядком подустал от них в Норвегии. Острова, о которых пойдет речь, это Вестерален и Сенья. Кстати, забыл сказать, что в морском шельфе здесь тоже есть нефть. Причем достаточно много, больше миллиардов баррелей. Но ее разработка здесь запрещена правительством Норвегии, потому что эта территория – это один большой природный заповедник. То есть половина всей рыбы, которая находится в Баренцевом и Норвежском море, она приплывает сюда на нерест. А еще здесь находится очень большая популяция морских птиц. Посмотреть их здесь можно на морском сафари. Предварительно облачившись в специальный теплый костюм и загрузившись на ребот. Это такая скоростная лодка, которую, среди прочих, используют американские морские котики. Птицы, о которых сейчас пойдет речь, это орланы или морские орлы. Они селятся на скалах целыми семействами. Орлан – это одна из самых больших птиц на Земле с размахом крыльев под 2 метра. Они отличные охотники и могут ловить рыбу как в воде, так и в воздухе. Орланы – очень красивые птицы, но они настолько быстрые, что я вообще не успевал наводить камеру, так что кадров получилось мало. Сорян. Мы тем временем прибываем на первый остров – Вестерален. Здесь у меня была намечена встреча с моим знакомым, поэтому я шуренько заселился в гостиницу «Фьорд Кэмп», которая, как понятно из названия, расположена на берегу местного фьорда. Ну а утром я встретился с Классом. Класс – очень прикольный дядька. Он владелец гостиницы в Абиско в Швеции. Когда-то я у него восстанавливался, уже в последствии мы с ним познакомились через мою подругу. И он здесь живет на Вестерале, они последние лет 25, знает все места здесь и обещал показать что-то интересное. У Класса, как и у значительной части жителей Норвегии, естественно, есть лодка. На ней мы отправились смотреть тупиков. Это такие маленькие прикольные птицы, которых я не застал ни на Фарерских островах, ни в Исландии. В этот раз так же не повезло. Был не сезон, и тупиков мы не увидели. Поэтому решили дойти до небольшого острова неподалеку. Он называется Скипнес. Остров достаточно изолированный, добраться до него можно только по морю. И здесь у многих людей есть летние домики. Что-то вроде хиттое, но только уровни чуть повыше. Цветы угодники. Как же красиво. Мне было интересно узнать у Класса, почему он живет здесь, в деревне за полярным кругом, а не приезжает куда-нибудь в город поближе к цивилизации. Глядя на ландшафт островов, я его в принципе очень хорошо понимаю. Здесь, кстати, даже клубника растет. Летом на островах солнце практически не заходит, поэтому даже в таком холодном климате ягода получает достаточное количество света и созревает. И она очень вкусная. Собственно, вот такое вот заполярье, ребят. Could be in Hawaii, but a little bit colder. Я на самом деле, я говорил уже, я обожаю скандинавскую природу. Для меня вот этот нордический тип природы, это вообще супер мое. Возможно, я говорю так, потому что я не был здесь зимой, и все могло бы поменяться сильно. Но в целом, летом, даже вот в конце лета, я кайфую здесь. Мне, у меня прям душа здесь отдыхает. Последний остров, на который мы с вами отправляемся, это Сенья. Сюда я приехал ради одной единственной горы. Я, честно говоря, себя не очень хорошо чувствую, поэтому подниматься на вершину не намерен. Но у меня есть другой хитро-умный план. План заключался в том, чтобы пройти столько, сколько смогу, а дальше поднимать в воздух дрон. Все, ребят, пора запускать чит-код. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Короче, потрясающе красивая гора. И, кстати, на нее можно забраться, но виды на вершине, естественно, не такие красивые, как здесь. Многие попросту не доезжают на Сенью, делая выбор в пользу лафатенов. Но мне кажется, что как минимум ради этого хайка, этой монументальной вершины, сюда стоит добраться. Вообще остров называют Норвегией в миниатюре из-за того, что его пейзажи отображают крайне многообразную норвежскую географию. Поэтому, если будет неподалеку, это мой рекомендую. Это был небольшой кусочек Заполярья, близко к материковой Норвегии. Я говорю так, потому что у Норвегии есть еще, ну, что-то вроде заморских территорий. Короче, мы двигаем на Шпицберге. Первым делом мне нужно было вернуться в Осло, поэтому я намотал еще полторы тысячи километров, добрался до столицы, вернул машину и заселился в отель. Дальше все по стандарту, авиасейлс и поезд билетов из Осло на Шпицберген. Билет туда-обратно обошелся мне в 350 долларов. Мы в Арктике, друзья. Мы с вами добрались до еще одного края земли, архипелага Шпицберген. Это самая северная точка, в которой я когда-либо был. До Северного полюса здесь всего 1300 километров. Шпицберген – это царство ледников и практически безжизненной тундры. Но здесь уже в течение многих лет живут люди. Что заставляет человека селиться в таких малопригодных для жизни местах и каково это – жить в таком дальнем заполярье, мы попробуем разобраться в этой части выпуска. Конечно, после Лафатенских островов местные ландшафты, ну, не так сильно экзальтируют, но, поверьте, Шпиц – это очень и очень интересное место, в котором мы с вами проведем ближайшую неделю. Если вы когда-нибудь попадали в место, которое можно без кавычек назвать «краем земли», то, я думаю, вы поймете мои ощущения в первые часы пребывания на Шпицбергене. Чтобы найти этот архипелаг на карте, нужно посмотреть на самый-самый ее край. Шпицберген находится посреди Северного Ледовитого океана между Гренландией и землей Франца Иосифа. Это самая доступная Арктика. Сюда можно прилететь из Осло или Трамсё регулярными рейсами, и, наверное, пожалуй, никакое другое место в этой части планеты недоступно для туризма так, как Шпицберген. Перед тем, как мы начнем выяснять, зачем сюда приезжают туристы, давайте для начала поймем, чья это земля. Вообще, Шпицберген – это довольно уникальное событие на политической карте мира. До 1920 года этот архипелаг был ничей, а потом за ним закрепили суверенитет Норвегии. Но до сих пор более 50 стран имеют право вести здесь хозяйственную деятельность и даже больше разработать природные ресурсы, в том числе Украина, Россия и даже Северная Корея. Но по факту хозяйственную деятельность на Шпицбергене ведут только два государства – Норвегия в городе Лангир и Россия в поселке Баринсбург. А постоянное население архипелага составляет около 3000 человек. Дальше сложнее. Это как бы Норвегия, но при этом это безвизовая зона. То есть, когда я вылетал сюда из материковой Норвегии, мне поставили штампик, что я как бы покинул страну. Теоретически сюда можно прилететь без визы, но практически ты все равно будешь лететь через Норвегию, а для того, чтобы попасть в Норвегию, тебе нужен Шенген. Еще одна путаница связана с тем, что у архипелага несколько названий. Шпицберген – это то, как знаем его мы, Австрия, Германия, Голландия. Груманд – это то, как его называли поморы, которые, скорее всего, открыли Шпицберген. А для Франции, Великобритании, Америки и еще достаточно большой части мира этот архипелаг называется Свальбард. Я по привычке буду называть его Шпицберген, но если вдруг вы увидите название Свальбард, не удивляйтесь. Главный город архипелага – это Лангербьюин, или Лангир, как его еще здесь называют. Это самый северный город мира с постоянным населением около 2,5 тысяч жителей. Именно здесь сосредоточена основная жизнь Шпицбергена. Лангир, конечно, не Майами, и выглядит он далеко не как город, в котором вы хотели бы провести рождественский уикенд. Но город этот очень необычный и даже в чем-то уникальный и требует отдельного рассказа. Человек – это такое существо, которое очень любит уэтизировать то место, где он живет. И вот Шпицберген, в частности, Лангир, это такой хрестоматийный пример, как в месте, которое вообще не приспособлено для жизни, Арктика, блин, можно сделать фэн-шуй. Этот город находится на 78 градусах северной широты. И такое расположение, конечно, накладывает свои отпечатки. Из-за вечной мерзлоты теплотрассы здесь проложены над землей, все дома построены на сваях, которые, правда, аккуратно спрятаны, а на горе установлены лавинорезы. Лангир находится в лавиноопасной зоне, и лавины с человеческими жертвами здесь уже случались. Во всем остальном, как минимум чисто визуально, это довольно обычный город. Куча разноцветных домиков, центральный променад, самая северная в мире церковь, больница, дом культуры с библиотекой и кинотеатром, спорткомплекс, десяток гостиниц, включая даже Рэдисонблю, школа и детский сад. Здесь есть даже университет, в самой северной в мире, который готовит будущих лицеологов и специалистов по Арктике. У них тут все необходимое оборудование, а чтобы начать исследование, достаточно просто выйти из здания. И здесь, кстати, очень много студентов, которые приезжают учиться в Лангир со всего мира. Шпицберген — это свободная экономическая зона, то есть здесь нет НДС, и все товары здесь стоят, ну, сильно меньше, чем на материке. Это я вам говорю, как человек, который проехал по Норвегии. Еще здесь есть самый северный в мире аэропорт с регулярными коммерческими рейсами. Здесь вообще все самое северное, так что привыкайте. Самая северная в мире заправка, самый северный в мире автосалон и самая северная в мире автомойка. Да, кстати, в городе очень много машин, что несколько странно, так как в Лангире и окрестностях всего 14 километров автомобильных дорог. Но все-таки летом машина — это, пожалуй, главное средство передвижения. А вот зимой здесь все ездят на снегоходах. И Лангир — это как Амстердам, только в мире снегоходной техники. Есть даже специальная заправка для снегохода. Еще одним проверенным годами транспортом на Шпицбергене остаются собаки. В Лангире около тысячи собак, и они здесь популярны еще и потому, что кошки на архипелаге запрещены. В здания с питомцами заходить зачастую нельзя, поэтому здесь есть даже специальные парковки для собак, где нетерпеливо ждут своих хозяев. Собаки здесь в основном ездовые, зачастую это хаски, которым нужна постоянная нагрузка, они должны что-то или кого-то тянуть. Поэтому их выгуливают в специальных упряжках или на велосипедах. Собак в большинстве случаев держать дома нельзя, поэтому они проводят большинство времени в питомниках, а хозяева забирают их на прогулку пару раз в день. Зимой хаски тянут на арты, а летом, чтобы не терять форму, — карты. Это такие тележки на колесах, на которых упряжки выезжают на прогулку. Причем это тот случай, когда всем в кайф, и тем, кто катается, и тем, кто катает. Кроме туристов, в Лангире постоянно живут и работают люди примерно 40 национальностей. Как они находят общий язык? Все очень просто. Они говорят по-английски. Даже если вы не собираетесь бросать все, переезжать на Шпицберген, знание английского языка существенно улучшит качество ваших путешествий. Разговорный английский очень помогает знакомиться с новыми людьми, узнавать их истории, и тут вам на помощь придет Кэмбли. Кэмбли — это платформа для изучения английского с носителями языка, то есть такая тренировка общения перед новыми знакомствами в путешествиях. Кэмбли — это платформа для практики. Если заниматься хотя бы по полчаса, два-три раза в неделю, то вам больше будет не страшно спросить дорогу или завести какой-нибудь непринужденный смолток. Переходите по ссылке в описании, чтобы получить бесплатное первое занятие и скидку на подписку по промокоду Норвегия. Возвращаемся в Лангир. Давайте теперь разберемся, на кой черт вообще нужно было строить город в Арктике. Ответ, как обычно, на поверхности. В данном случае на поверхности Шпицбергена, потому что это уголь. Уголь здесь залегает неглубоко, и пласты иногда видны невооруженным взглядом. Именно поэтому угледобычу в начале прошлого века здесь начали вести ряд стран, включая Норвегию и Советский Союз, шахты которого мы чуть позже посмотрим. В Лангире от шахтерского периода осталась куча артефактов, вроде заброшенных вагонеток и шахтного оборудования. Но, что еще важнее, здесь осталось несколько весьма интересных шахтерских традиций. Первое – это снимать обувь при входе в здание. Изначально это делалось для того, чтобы не заносить с собой угольную пыль. Но эта традиция так сильно здесь прижилась, что сейчас обувь снимают везде. И в гостиницах, и в университете, и даже по музею тут ходят в носках. Вторая традиция касается алкоголя. Алкоголь на Шпицбергене продают по квотам. Так исторически сложилось, потому что здесь всегда работали шахтеры, которые просто спивались в условиях полярной ночи. Талоны на алкоголь в Лангире выглядят вот так. В месяц по нему можно купить 2 литра крепкого алкоголя и 24 банки пива. Вино в разумных количествах продают без ограничений. Даже мне, как туристу, чтобы купить какой-нибудь вискарик, нужно предъявить посадочный билет на самолет. К сожалению, я его потерял, так что будем без алкоголя. Следующий пункт связан не с шахтерским прошлым, а с географическим расположением архипелага. Дело в том, что здесь нельзя рожать и нельзя быть похороненным. Здесь нет родильного дома, и матерям рекомендуются примерно за месяц улетать на материк. А похороненным быть здесь нельзя, потому что вечная мерзлота. Она известна тем, что выталкивает наружу все, что в нее закапывают. Собственно, несколько лет назад из-за таяния вечной мерзлоты на старом лангирском кладбище могилы начали подниматься из-под земли, что не окей. Что касается угля, то в Лангире сейчас работает только одна шахта, но ее через несколько лет планируют закрыть. Выгодно ли сейчас добывать здесь уголь? Нет, никогда не было практически выгодно добывать здесь уголь. Если уголь не переносит деньги, то что здесь вообще может приносить деньги? Естественно, это туризм. Туристы со всего мира прилетают на Шпицберген, чтобы посмотреть самый большой кусок нетронутой и по-настоящему дикой природы во всей Европе. Ну вы поняли, это же все-таки Норвегия, а Норвегия — это Европа. Местные пейзажи, правда, могут понравиться далеко не всем, так как с растительностью на архипелаге, прямо скажем, не густо. Деревья тут совсем не растут. Зато есть некоторое количество животных. Например, шпицбергенский северный олень. Он самый маленький из-под вида северных оленей. Они тут почти не боятся человека и пасутся прямо рядом с городом. Также есть лисы и песцы, но особенно много здесь птиц. Визитная карточка Шпицбергена — это крачки. Глядя на этих прикольных маленьких птичек, и в голову не придет, что они могут быть супер агрессивны и атаковать любого прохожего с напором японских летчиков-камикадзе. В общем, налет крачек — это был мой личный Пёрл-Харбор. Я реально еле ноги унес. Как вы понимаете, мое столкновение с крачками не могло пройти для меня бесследно. К деньгам. С последним животным, о котором я хочу вам рассказать, связана еще одна интересная особенность Лангира. Дело в том, что у этого города есть очень четкая граница, которую без специальной экипировки покидать нельзя. Да, Шпицберген — это такая уникальная территория, где человек живет по соседству с белыми медведями, и выходить за пределы города без оружия нельзя. Это просто небезопасно. Вот такими знаками, предупреждающими о белых медведях, маркируют все внешние границы Лангира. Первый раз я увидел белого медведя прямо в день моего прилета на Шпицберген. Мишка забрел на противоположную сторону фьорда и гулял среди летних домиков. В случае появления белого медведя рядом с городом, в небо сразу же поднимают вертолет, чтобы отогнать животное. И это не шутки. В случае нападения медведя на человека тут происходит регулярно, и некоторые из них заканчиваются трагически. Последний такой случай произошел в 2019 году в кемпинге, который примыкает к аэропорту Лангира. Считалось, что это место полностью безопасно, потому что аэропорт находится в 100 метрах отсюда. Но медведь думал иначе. Ночью он забрался в палаточный лагерь и напал на 38-летнего смотрителя из Нидерландов. Через несколько часов парень скончался. Несмотря на эти события, кемпинг до сих пор работает, но теперь уже с электрической оградой по периметру. Вообще экологи говорят, что все это происходит из-за глобального потепления, и именно изменение климата побуждает медведей искать пищу там, где живет человек. А климат на Шпицберге не меняется. Вот это кусок Лангирского фьорда. Раньше он замерзал зимой. Сейчас уже нет. В конфликте человека-медведя медведь скорее всего будет убит, потому что существует теория о том, что вкусив однажды человеческую кровь, медведь будет хотеть ее всегда. Если у человека есть шансы выжить, то у медведя их нет, потому что, как правило, медведя все равно после контакта с человеком убивают. Ну, прошлый год вообще был непростой, потому что здесь, ну, опять же, вопрос неосторожности, а в сечение обстоятельств двух медведей пришлось полицейским убить. Один был прямо здесь в Лангире зимой, ну, прям по улицам ходил, и его неоднократно выгоняли. В итоге пришлось как бы его застрелить. А в втором случае медведя пытались увезти в корзине, то есть усыпить и увезти в корзине за пределы поселка подальше, но при этом передозировку сделали по-снотворному. Мишка там или от стресса, или от передозировки тоже умер. Каждое убийство белого медведя на Шпицбергене тщательно расследуется. Более того, тут принято считать, что самозащита — это недостаточный повод для убийства медведя. То есть если суд решит, что ты не предпринял достаточное количество мер для того, чтобы не встретиться с медведем, то тебе выпишут штраф от 2 до 4 тысяч евро. Но так или иначе, защищаться от мишек чем-то нужно, поэтому еще одной особенностью Лангира является то, что большое количество жителей здесь ходят с оружием. Даже если посмотреть на кадры, которые уже мелькали в выпуске, то видно, что парень, который управляет упряжкой, тоже вооружен, так как он находится за пределами города. Так что субтильная девушка с ружбайкой на плече — это обычная ситуация на Шпицбергене. Вход с оружием в магазины и заведения здесь запрещен. Его нужно сдавать специальные сейфы, которые обычно находятся рядом со входом. А купить винтовку тут можно в оружейном отделе магазина. Интересно то, что оружие здесь можно не только купить, но и арендовать. Для этого, естественно, нужна лицензия, которой у меня нет. Аренда винтовки в день стоит всего лишь 30 евро. То есть проблем с оружием и амуницией в городе нет от слова «совсем». Но, кстати, покупать винтовку совсем не обязательно. При выходе из города также допускается ношение сигнального пистолета, которым в случае чего медведя можно припугнуть или подать сигнал остальным. Моим самым большим удивлением в Лангире было то, что я здесь встретил огромное количество людей из Донбасса. Я сначала не понимал, почему так происходит, но потом все стало на свои места. Когда Советский Союз начал добывать здесь уголь, Кузбасса еще не было, и нужно было привлекать сюда людей, которые шарят в угледобыче, а это, естественно, были люди из Донбасса. По официальной статистике, около 30% жителей Шпицбергена говорят на русском. Но вообще, как я уже упоминал, тут очень интернациональное комьюнити. Большинство приезжают сюда работать по контракту. Порядок зарплат именно средних от 30 до 40 тысяч крон, от 3 до 4 тысяч евро. Даже при дороговизне жилья хороший баланс. Кстати о жилье. Мне, конечно же, стало интересно, в каких условиях живут люди в Лангире, и я, как это часто бывает, напросился к Тимофею в гости. Как и в других помещениях, при входе в жилое многоквартирное здание здесь принято снимать обувь и перебываться в тапке. Так как нового жилья в Лангире почти не строится, однокомнатное жилище Тимофея площадью 38 квадратных метров с частью коммунальных услуг и интернетом стоят 1200 евро в месяц. Это средний ценник по Лангиру. Из бонусов на улице здесь у каждого есть кладовка, в которой можно хранить лыжи или другой инвентарь. Конечно, суровые условия, в которых живут люди в этом городе, поначалу немного отталкивают, но после того, как я прожил в Лангире несколько дней, оказалось, что здесь течет привычная каждому жизнь. Студенты возвращаются с занятий, народ выгуливает собак, занимается спортом, а детвора гоняют на великах. В общем, если убрать белых медведей, вечную мерзлоту и несколько месяцев в полной темноте во время полярной ночи, то Лангир — это совершенно обычный город. А какие здесь закаты, ребят? Расскажи, что у вас по отдыху? Чем вы тут занимаетесь в водное время? Бассейн, тренажерный зал, спортивный зал, снегоходы, рыбалка, бары. Самое время поговорить о барах. Пятейная культура в Арктике на самом деле сильно развита, и народ здесь любит пропустить стаканчик-другой в свободное от работы время. Я тоже решил приобщиться и наведался в самый северный паб мира. Здесь я познакомился с Ваней из Чернигова, который когда-то играл за молодежку киевского Динамо. Детские мечты. Динамо Киев, интернат, большой футбол. Но все закончилось очень быстро, с травмой колена. Правда, что время полярной ночи здесь и пьют? С утра спорт, вечером алкоголь. Да, прям вот так вот. Да, это в принципе не шутки. Не все, конечно, но в большинстве, да, люди прям накатывают по полной. Народ на Шпицбергене вообще очень любит закладывать заворотник, что мне кажется абсолютно нормально в ситуации, когда у тебя за окном 4 месяца подряд полная темень. И в крохотном Лангире я насчитал целых 5 баров. Ну, какие здесь могут быть бары, скажете вы, и в принципе будете неправы, потому что здесь есть бары, от которых даже я офигел. А сколько у вас здесь сортов виски? Виски больше, чем 500 сортов, джина около 100 сортов, также коньяк тоже около 100 сортов. Самый старый напиток Арманьяк 1893 года 10 грамм стоит 300 евро, а бутылка 21 тысяча. Так что, если вы вдруг переживаете, что в Арктике будет нечего пить, не волнуйтесь, здесь на самом деле очень хороший выбор. Местная изюминка это использование ледникового льда для приготовления коктейлей. Как утверждают ребята из бара, он держит температуру гораздо дольше, чем обычный лед из холодильника. Мы проверили, все правда. Позже я познакомился с еще одним барменом, Серегой из Харькова. А люди, что за люди сюда приезжают? Люди абсолютно разношерстные. Приехал Колин Фаррелл, он со мной закинтик, реально, я не шучу. Он типа бухлишко не бухал, у нас в отеле тормознулся в Функине. И получается, я ему делал вкусняшки безалкогольные, он мне там нормально это самое подружил. Сюда приезжал к нам же в отель Роберт Плант из Лед Зеппалин, они давали концерт. Короче, тут публика не хуже, чем в Дубае. Инженеры на АСА, то есть я общаюсь с ребятами, очень круто. Вот сегодня уезжает, кстати, чувак. Есть еще одна вещь, о которой хочу вам рассказать. Это местное пиво. Да, ребят, здесь в тысячи километрах от Северного полюса производят собственное пиво. И вот об этом сейчас подробнее. В Лангире есть своя пивоварня. Здесь делают пиво и все благодаря вот этому человеку. Его зовут Роберт Йоханссон. У мужика совершенно невероятная история. Он сначала работал фитнес-тренером, потом шахтером в местной шахте, потом морским летчиком, а потом задумал варить здесь пиво. С 1928 года на Шпицберге не действовал закон, запрещающий производство алкоголя. Чтобы поменять его, Роб в течение пяти лет каждый месяц звонил одной даме из государственного департамента. И вот через пять лет департамент сжалился и ему разрешили варить здесь пиво. В честь этого события ребята даже продают футболки с надписью «Мы поменяли закон, чтобы делать настоящее арктическое пиво». Конечно, производство в таком удаленном уголке земного шара, который к тому же является фактически частью природного заповедника, сопряжено с целым рядом проблем. И вообще, как по мне, варить пиво в Арктике в небольшом городе с двумя с половиной тысячами жителей – это безумная идея. Но, как вы видите, иногда даже безумные идеи, попадая в голову нужным людям, превращаются в нечто сезаймо. В нашем случае это примерно 10 сортов шпицбергенского пива, включая крепленое, которое называется «Автопилот» с шахтерской фотографией Роба на этикетке. В общем, классная пивоварня, совершенно потрясающая история. Если будете на Шпицбергене, то обязательно попробуйте это пиво или придите сюда на завод, всегда вводят экскурсии и можно будет продегустировать прямо на месте. На улице полдвенадцатого ночи все это выглядит примерно вот так. На следующий день, чтобы посмотреть окрестности Лангира, я взял машину. Даже если у тебя нет оружия, выезжать на автомобиле за пределы города разрешается. Главное – от него далеко не отходить. Медведей все-таки. Тимофей очень любезно предоставил мне свой автомобиль для передвижения по Лангиру. Но самое интересное – это то, как он мне его передал. Включи в бардачке. Ты серьезно? Да, я абсолютно серьезно. Ты не закрываешь машину? Здесь никто не закрывает машину. Почему? Здесь никто не закрывает машину. Ну, считается вообще, что раньше воровства не было абсолютно вообще. Сейчас воровства от такого открытого тоже нет. Просто кто-нибудь пьяный, бухой, может взять твою машину покататься. Периодически из туристов. Но ничего не украсть. Я решил проверить то, о чем говорил мне Тимофей и подошел к трем рандомным машинам, которые были запаркованы неподалеку. Две из них оказались открыты. Правда, что не закрывают здесь квартиры? Я никогда здесь не закрывал квартиры, когда я даже уезжал в отпуск. У меня даже машина всегда открыта стоит. А что ты сделаешь с тем же самым телевизором, например, который ты вынесешь из квартиры? Куда ты его увезешь? Ты пройдешь через меня в любом случае, так я занимаюсь логистикой. Шпицберген, ребят. И раз уж пошла такая пьянка, я, естественно, решил заехать на самую северную заправку мира. Кстати, бензин здесь дешевле, чем в Норвегии почти в два раза. Основной целью поездки было известнейшее сооружение, которое находится в окрестностях Лангира. Это знаменитое хранилище судного дня. Это, по сути, такой огромный сейф, который впечатан в скалу с вечной мерзлотой. И в нем хранится вся история сельского хозяйства за 13 тысяч лет его существования. За этими дверями на глубине 130 метров содержится около 1 миллиона семян. И Шпицберген для этого подходит как нельзя лучше. Во-первых, здесь вечная мерзлота, всегда холодно. А во-вторых, это место отдалено от остального мира. И в случае какой-нибудь апокалиптической угрозы, катастрофы, либо вообще, в принципе, каких-то локальных проблем, все семена здесь будут в безопасности. В связи с этим хотелось бы поговорить о такой теме, как экология архипелага. Любая сторона, которая добывала бы уголь на территории Шпицбергена, плевала бы на экологию. Ну, потому что, камон, мы на краю света, ну какая экология. Но не забывайте, что мы с вами находимся на территории Норвегии, а Норвегия супер заморочена на теме сохранения окружающей среды. Здесь, например, запрещено рассекать на квадроциклах по тундре, которые частично работают на электротяге. А на местной ТЭЦ поставили суперфильтры последнего поколения, чтобы минимизировать выбросы. Я родом из Донбасса, я знаю, какой дым должен валить из угольной ТЭЦ, и мне супер странно видеть, например, вот это. В общем, королевство изо всех сил пытается сократить влияние человека на этот уголок дикой природы в Арктике. И я не помню, говорил вам или нет, но когда выходит солнце, здесь бывает очень красиво. Так что Арктика это не только заснеженный край, у нее есть краски. Ну что, Лангир посмотрели, теперь нужно вам показать еще пару интересных мест, которые здесь есть в округе. Мы с Иваном загрузились на прогулочное судно Polar Girl. В этот день оно направлялось к известному шпицбергенскому леднику. На этом судне есть одна интересная деталь, это доска, на которой написано какую живность и сколько раз они встречали в этом сезоне. Здесь, конечно, глаза разлюгаются, но нас в данном случае интересует самый главный показатель. Как бы, вроде бы, шансы хорошие. В округе здесь много птиц, я думаю, вы помните, что я все никак не мог встретить тупиков. Так вот, в этой поездке у меня это все-таки получилось. Тупики это такие прикольные птички с массивным красным клювом, которые, что есть мочи, удирали подальше от нашего судна. В этой поездке мы также встретили китов. Вообще, миссия Polar Girl была забрать студентов-глицеологов из местного университета, которые проходили пятидневный курс обучения на леднике. Студенты живут там, на леднике? Да, рядом с ледником, спокойно разбивают палатки, ставят защиту от медведя круговую. Что за защита? Такие вот, скажем так, фейерверки, которые ставятся вокруг палаточного лагеря, и если мишка захочет зайти в палаточный лагерь, он обязательно зацепит одну из нитей, и будет салют. Впоследствии оказалось, что наш рейд это на самом деле миссия спасения, потому что к студентам ночью пришел медведь. Субтитры делал очень хорошо, и мы не были полярного лагеря до этого ночи. И это был довольно большой молодой лагеря, который ходил в кемпе около 4 часов, пытался его отмечать, но не было так легко отмечать. Мы были до 4 часов, пытались отмечать лагеря, и использовали много измечающих аммунистов, которые мы использовали. Мы почти использовали лагеря. Ребят, мы подобрали, и наличие медведей здесь тоже подтвердилось. Мы даже видели их издалека. Осталось только к ним поближе подобраться. Вот, прямо по курсу! По норвежским правилам к медведю нельзя приближаться ближе чем на 300 метров и нельзя перерезать ему курс. Поэтому мы держались на почтительном расстоянии, но мамаша все равно постоянно озиралась и уводила своих бурундуков подальше от потенциальной опасности. Мы провели на этом месте несколько минут и стали возвращаться, а вся эта группа пловцов направилась обратно к леднику. Спасибо, братан! Я дико замерз, конечно, поймать белых медведей в воде это нечто, но мы стоим рядом с ледником Норденшельда и есть еще одна важная миссия. Я видел несколько ледников в своей жизни и это, пожалуй, один из самых больших. Он простирается вглубь острова на целых 25 километров. Ледник это не просто гора льда, это еще и дом для многих животных, в том числе и для белых медведей, которые здесь охотятся. И таяние ледников, кроме повышения уровня океана, хранит себе еще одну угрозу. Многие виды, которые живут здесь, могут вскоре исчезнуть вместе со своей средой обитания. Прямо напротив ледника Норденшельда находится еще одно интересное и уникальное место на карте Шпицбергена. пирамиды Этот поселок называется пирамида и, возможно, это один из самых известных городов-призраков в мире, получивший свое название из вершины горы, у подножия которой расположен. Это шахтерский поселок и некогда самый северный рудник, в котором добывали уголь. Но, что еще важнее, пирамида это бывший советский населенный пункт и, возможно, это единственное место на планете, где социализм реально существовал какое-то время. Сейчас этот город-призрак на краю земли один из лучших музеев советской эпохи под открытым небом. На самом деле, пирамида это уже давно не город-призрак, здесь постоянно живут люди, но давайте обо всем по порядку. поселок пирамида находится на территории, принадлежащей тресту Арктик-уголь. Этот участок земли, окруженный горами и имеющий удобную бухту, был куплен Советским Союзом примерно 100 лет назад у шведов. Здесь, кстати, до сих пор сохранились останки старой шведской шахты. СССР не использовал ее, а построил свою собственную. Добыча угля в пирамиде была непростым и трудозатратным делом. Для того, чтобы добраться до пласта, рабочим нужно было не спускаться вниз, а наоборот, подниматься наверх на высоту 400 метров. Здесь находилась шахтная штольня. Угля здесь добывали сравнительно немного, около 235 тысяч тонн в год, и добыча даже в лучшие годы не была экономически выгодной. В конце 90-х шахту решают закрыть. В 98-м году людей отсюда полностью вывозят, а поселок консервируют. Сегодня увидеть пирамиду может любой желающий. Летом из Лангира сюда ходит паром, на котором я собственно и прибыл. Однако посмотреть поселок в одиночку не получится. Вы знаете, что я всегда путешествую водить, практически никогда не пользуюсь слугами гидов, фиксеров, но пирамида это немножко другой случай, поэтому Сережа помаши людям ручкой. Ребят, это Сергей и он будет ходить с нами. Это Серега, один из самых известных гидов пирамиды и человек, который водил сюда норвежскую королевскую семью. В список его обязанностей, кроме массы рассказов, входит еще одна очень важная функция. Да, ребят, блогинг пирамиды возможен только в сопровождении охранника. Ну, это такая специфика. В общем, мы зарядили свои стволы и отправились исследовать поселок, предварительно заселившись местную гостиницу. За комфортабельный номер с евроремонтом и всеми удобствами я вложил 200 евро. Здесь раньше была гостиница в духе советского реализма и некоторым иностранцам даже нравилось первые 20 минут. Но ее отреставрировали, сейчас это такой нормальный обычный отель. Внутри, снаружи, это все та же добрая советская гостиница. Называется этот отель, естественно, пирамида и после норвежских гостиниц, в которых я провел последний месяц, этот отель вызвал у меня некоторое чувство ностальгии и сейчас вы поймете почему. В гостинице есть неплохой бар, в котором заседали иностранные туристы и ресторан, в котором мы с Серегой влупили по борщу и он оказался очень даже. Ну а цены, как вы понимаете, здесь совсем не советские, а очень даже норвежские. А после плотного обеда мы выдвинулись в город. Конечно, первая ассоциация, которая приходит к тебе на ум, когда ты гуляешь по пирамиде, это Припять. Но в отличие от Припяти, этот город очень и очень хорошо сохранился. Припять сейчас напоминает бетонные джунгли. Улицы, площади, стадион, все заросло деревьями, корни которых пробивают даже асфальт. Многие здания в городе находятся в весьма плачевном состоянии. В пирамиде даже деревянные здания, которым не один десяток лет, выглядят так, как будто их построили буквально вчера. Всему виной вечная мерзлота и здешний климат. Так как мы находимся в Арктике, деревья здесь не растут, а растительность очень скудная. Центральная площадь и улицы поселка не заросли, как бы это было на материке, а сохранились в почти первозданном виде. Газон здесь такой, словно его каждый день подстригают. Одним из катализаторов туризма в Припяти является опасность в виде радиации. В пирамиде же эту роль играют белые медведи. Место их обитания, ледник Норденшельда, находится примерно в 12 километрах от поселка, и медведи нередкие гости в пирамиде. Поэтому передвигаться по городу ты можешь только в сопровождении гида с оружием. Территория возле гостиницы в принципе считается безопасной, но сегодня вот здесь, это прям 10 метров от гостиницы, ходил белый медведь. Собственно, вот доказательства. А эти кадры снялся Джей Каск, оператор группы телевизионщиков, которые прибыли в пирамиду на день раньше меня. Белый медведь забрался в порт поселка и обстоятельно обыскал лодку на предмет еды. Кстати, белые медведи могут спокойно пролезать даже в небольшие окна и залазить внутрь помещений. Такие случаи в пирамиде уже происходили. К счастью, в этот раз людей в порту не было, и медведя даже не пришлось прогонять. Через какое-то время он ушел сам. При этом бывают ситуации, когда медведь действительно нападает на человека, заканчивается все это абсолютно плачевно. Вот буквально в прошлом году на Новой Земле на одного из сотрудников напал медведь, пока тот ремонтировал машину, и он его прям за череп, за голову взял в пасть и начал вытаскивать из машины, тащил за собой. Ну, как бы получилось на самом деле сотрудника спасти. Медведя, конечно же, застрелить пришлось. Медведь забирался даже в гостиницу пирамиды. Тогда там работал всего один смотритель. И в районе двух часов ночи слышат шум. Думал, кто-то из сотрудников сидит в баре, еще шумит. Он начал спускаться, чтобы попросить вести себя потише. что там медведь. Он сразу закрыл дверь, убежал, очень сильно испугался. Прибежали с ружьем, начали палить. Медведь кое-как через окно, которое он залез, через него же и вылез. И было смешно, потому что остались на столе пустые банки пива и разодранные пачки арахиса. Ну, хихикали, что медведь зашел попить пиво с орешками. Как вы помните, пирамида даже в лучшие годы не давала тех объемов угля, которые добывались на материке. То есть, хозяйственную деятельность, которую здесь вел Советский Союз, всегда была убыточной. Зачем они это здесь сделали? Витрина социализма? Этот поселок в Арктике был призван показать всему миру мощь социализма. И он, естественно, был образцово-показательным. Здесь было почти все, чтобы люди, которые работали на краю земли, чувствовали себя как дома. В пирамиде построили концертный зал, кинотеатр, бассейн, спорткомплекс. Здесь был даже небольшой аэродром. Банни проектировал итальянский архитектор. Крыша над бассейном сделана из не самых плохих сортов древесины. А деревья, как вы помните, здесь не растут. То есть все это доставлялось из материка. И вообще, отделка помещений тут сделана с лоском. Питание в местной столовой было бесплатным, круглосуточным и осуществлялось по системе шведского стола. То есть ты мог брать столько еды, сколько хочешь. Для Советского Союза того времени это было что-то из области фантастики. Все хотели попасть в пирамиду. Зарплаты здесь были в целом в два раза выше, чем на материке. То есть за двухлетний контракт человек мог перевезти даже на дачу. У жителей пирамиды было значительно больше свободы, чем у советских граждан на материке. И в полной мере начинаешь это осознавать, когда вместе с гидом заходишь внутрь зданий. В столовой здесь сохранилась книга жалоб и предложений, в которой исключительно большие полярные спасибо поварам за вкусную еду. Я честно не знаю, будет ли это интересно людям, которые не жили в Советском Союзе, но для меня, как человека, который родился в 84-м году, это как будто прикоснуться к той части своей молодости, которую ты не особо помнишь. Я не знаю, будут ли люди, которые помнят, что такое видеодвойки. В общем, для тех, кто не знает, это телевизор и видеомагнитофон, которые объединены в один блок. Одни из самых сильных ощущений были после посещения местной школы. У меня был точно такой же учебник. на Глобусе нет Шпицбергена, есть ощущение, что детей так часто просили показать архипелаг на карте, что просто затер со временем стал. Я учился в школе в 90-х, но этот класс мне очень напоминает этот класс, в котором я учился, потому что мебель, карты, доска, ну, в целом они особо не поменялись. И такое легкое дежавю. В том году незадолго до летнего сезона взяли учителей из Баринсбурга, которые еще в советское время в поселках по сути преподавали. Они, собственно, вот то, что мы видим, пустые пространства привели в тот формат, как это видели себе дети в 80-х, 90-х годах. То есть, правильно понимаешь, что вот сейчас этот класс выглядит так же, как он был? Абсолютно точно. Абсолютно точно, потому что эти учителя видели абсолютно аналогичные классы в Баринсбурге и в них же преподавали. Уникальность Шпицбергена в том, что здесь очень мало пыли, микробов, бактерий. И за счет этого, если влажность не очень большая, то все материалы, особенно дерево, очень круто сохраняются. И сейчас этим зданием под 60 лет. А можно сказать, что их оставили там несколько лет назад. Очень яркое впечатление оставляет вот это панно. Ты сначала не понимаешь, из чего оно сделано, но стоит подойти поближе, как все становится на свои места. Это просто куски цветного провода, которые были искусно оформлены местным жителям. Кроме бассейна, здесь есть еще спорткомплекс, в котором, кроме спортивных состязаний, проводили еще и свадьбы. Однажды Серега привел сюда с экскурсией норвежскую королевскую семью. Часть королевской семьи, которая присутствовала, говорят, слушай, а что вообще люди приходят, им интересно здесь, неинтересно? Я говорю, ну как же неинтересно? Приходят, да, обычно если друзьями особенно приехали, видят мячи лежат, начинают в футбол играть. Она говорит, да. Ну и они, короче, всей этой своей королевской частой как начали играть в футбол. Задорно играли, причем минут 10. Изюминкой пирамиды является местное фильмохранилище, в котором содержится более 600 фильмов. Лера, которая работала здесь, рассказала, что в коллекции пирамиды есть даже киноленты, которые были утеряны на большой земле. Здесь же они в полной безопасности и благодаря холодному климату и отсутствию бактерий смогут храниться еще долгие годы. Вот эта штука это 10 минут. Ну, 10-15. Вот это 10 минут. Да, 10-15. Вот видите, тут написано 15 частей фильма. То есть вот в этом фильме 15 таких роллов. В кинохранилище есть даже погрузочный тельфер в рабочем состоянии, с помощью которого тяжелые банки с пленкой можно достать с верхних полок. Здесь в коллекции есть, например, фильм «В джазе только девушки». И что интересно, здесь версия без цензуры, то есть там есть постельные сцены, что для совка это супер необычно. Такого на самом деле в Союзе не было. Все фильмы можно посмотреть в местном кинозале. Мы заглянули также в несколько комнат в пирамидском общежитии. Однажды Серега вводил сюда группу шведских дизайнеров, которые готовили новый каталог обоев. И им было действительно важно отсмотреть все обои. Они считали, что паттерны очень интересные. И пять часов мы проходили все комнаты в этом здании, они отсняли каждые обои, они действительно разные. Но вообще пирамида это не только архитектура. Это в первую очередь история человеческих судеб. И здесь они на каждом шагу. Одно из последних помещений, которые мы посмотрели, это кабинет сотрудников КГБ. Здесь решетки на окнах, огромные бронедвери и печка для сжигания секретных документов. В этом кабинете я смог посмотреть личные дела людей, которые работали в пирамиде. Я просто в шоке от того, какое количество людей из Донбасса здесь работало. Я даже нахожу анкеты, где люди жили практически на соседней улице рядом со мной. Пирамида со всеми зданиями и артефактами, которые здесь находятся, это огромный музей советского прошлого, который был сделан абсолютно непреднамеренно. Это действительно музей под открытым небом. То есть тебе не нужно получать визу, чтобы лететь в бывшие страны Советского Союза, что-то точечно там искать. У тебя целый город-музей. И сегодня этот город, который был законсервирован два десятка лет назад, медленно возвращается к жизни, но уже в новом для себя качестве. Теперь это туристическая локация. Во всем, что здесь происходило, я вижу очень большой уронию судьбы, потому что в 70-х годах советских людей на архипелаге работало две с половиной тысячи, а норвежцев тогда было человек пятьсот. И Норвегия была очень бедной и с открытыми глазами смотрела на то, что здесь Советский Союз делает. Но прошло 50 лет, и стороны просто поменялись местами. Сейчас норвежцев на архипелаге примерно две с половиной тысячи, а в Баренцбурге и в пирамиде живет человек 370, наверное. В общем, для меня лангир, наверное, это то, что тогда в 70-х годах это было для норвежцев приехать и увидеть пирамиду. История, как обычно, движется по спирали. Последнее, о чем я хочу рассказать в этом выпуске, это люди Шпицбергена. Люди, которые выбрали жить и работать в Арктике. Это Дима, который занимается баром в пирамиде. Почти каждый день он выходит на пробежки. Как ты бегаешь здесь, здесь, в Медведе? Я бегаю с ракетницей по определенному маршруту, который быстро был годами. Я приехал первый раз в расчете на то, что может быть какой-то короткий промежуток времени тусую здесь, заработаю что-то, вернусь в семье на Украину. Но в силу того, что здесь очень круто, реально очень круто, очень круто. Ну, в смысле, без кавычек и без каких-то там знаков дополнительных. Действительно, место нереальное, но не для всех. То есть сюда приезжают люди, которые как бы хотят какого-то эскапизма? Слушай, те люди, которые здесь живут, да. Жизнь на Шпицбергене это, безусловно, в какой-то степени эскапизм. Но что меня удивило, люди отсюда не то, чтобы уезжают, а они наоборот здесь остаются. Здесь максимально много удовольствия получают в жизни и не планирую уезжать в ближайшие годы. Да ладно? Ну, у меня был контракт на 6 месяцев изначально, но я поняла уже через 2, что хочу продлиться. Вот. И вот уже 17 месяцев, безвыездно, то есть уезжаю на этом чудесном острове и планирую, как уже сказала, столько же, если не больше. Сколько ты здесь живешь? В сумме за полтора года. Тут же бесплатное образование для ребенка это нереальная мотивация. У меня, ну, дочка учится в местной школе и это очень... Они у них... Вот в чем круто, в чем круто. Ну, у меня как бы жизнь уже для семьи по большей части. У них второй школьный день, у них поход на плато с учителями, со всем они едут, учитель убивает двух оленей при них, причем там как-то метко в глаз. Они их разделывают, жарят на кастрики, у них все при этом, ну, естественно, на уровне цивилизованном, очень круто. Я приехал в 16-м году, пробыл, прожил, проработал 5 лет и, собственно, как говорится, Арктика затягивает, вот и меня такого уже, как и всех затянуло. И сколько я еще буду здесь, никто не знает. Я сам не знаю. А почему? А это не... Это... Это... Вот, посмотри вокруг. Я не знаю, почему. На это нет ответа. То, что Арктика затягивает, я слышал еще и до своей поездки. Но за неделю на Шпицбергене я, пожалуй, в какой-то мере ощутил это чувство. Я не знаю, почему эти безжизненные земли притягивают и как человек может здесь жить. Но факт остается фактом. Люди живут здесь уже не одну сотню лет. Недалеко от Лангира я нашел несколько десятков хитте. Это летние домики, о которых я рассказывал в предыдущем выпуске о Норвегии. И вот здесь, на Шпицбергене, в тысячи километрах от Северного полюса, они, пожалуй, выполняют свою функцию на все 100%. Это место, куда можно убежать от остального мира и остаться наедине самим собой. Шпицберген, скорее всего, это действительно место не для всех. Но проверить это утверждение можно только одним способом. И я думаю, вы знаете, каким. Скажу вам честно, для меня слово заполярье, оно изначально имело какой-то такой легкий депрессивный оттенок. Но стоило не побывать в норвежском заполярье, и я понял, насколько сильно я ошибался. Даже Арктика, оказывается, может быть красиво, интересно, в ней есть какой-то свой особый дух. Конечно, здесь есть элемент некого эскапизма, ты находишься на краю мира в очень изолированном месте, но от этого становится еще круче. Я думаю, что лучшей характеристикой моей поездки будет являться то, что я уже сейчас думаю о том, что надо сюда вернуться и увидеть, например, Шпицберген зимой, когда здесь есть снег, когда можно кататься на снегоходах, увидеть здесь полярное сияние, ну и в целом, мне кажется, что зима здесь, но она должна быть интересной. В общем, я в восторге и от Лафотенов, и от Шпицбергена, честно, да, это достаточно далекое место, да, оно очень и очень дорогое, но побывать здесь однажды это сильно, это как будто ты проходишь какой-то новый рубеж. В общем, я вам желаю когда-нибудь возможно здесь оказаться. Ну и как обычно, путешествуйте, оно того стоит. Счастливо! КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ